Привет, друзья мои! С вами фитнес-тренер Юрис Пасову Коцкий и сегодня я хотел бы поговорить с вами о стандарте подтягиваний. Так, ребят, новый бриллиантовый стандарт. Когда мы подтягиваемся, у нас одна нога подогнута. Взгляд. Один глаз смотрит вправо, другой глаз влево, и *** стоит на 45 градусов. В принципе, о золотом, серебряном, платиновом и алмазном стандарте выполнения любых упражнений. Не обязательно подтягиваний. Техника упражнений должна быть идеальной, оптимальной, правильной. Это звучит логично. То есть и отжимания на брусьях, и отжимания от пола, и жим лёжа, и там любые упражнения, любые упражнения, а их миллионы, все нужно делать с оптимальной техникой. Она же будет правильная техника. Но почему-то все люди думают, что оптимальная или правильная техника должна быть какой-то утрированно чистой, замедленной. И это будет очень-очень круто. С точки зрения демонстрации упражнения, усложнение техники всегда делает упражнение более эффектным, не более эффективным, а более эффектным и более травмоопасным. Ну, например, человек выполняет солнышко на турнике. Если он начнёт выполнять это солнышко, зависая в верхней точке, отрывая от турника одну руку, помахивая ей всем остальным, опять круг, опять завис на турнике, опять одной рукой помахал, он усложнит упражнение и сделает его более эффектным. Ну, естественно, травмоопасность, сложность, эффективность этого упражнения упадут. Если я при выполнении жима штанги лёжа, начну класть штангу на грудь каждый раз и делать паузу, риск перегрузить связки увеличится. Если я перестану делать мост, разведу лопатки, я травмирую себе плечи с большой вероятностью, что это более травмоопасно для плеч. То есть эффектность и эффективность – это разные вещи. Берём мы большой вес и тянем, и фиксируем его в верхней точке. У нас жутко нагружается пронатор, связка, потому что мы фиксируем. Когда мы подтягиваемся, делаем фиксацию, нагрузка как минимум удваивается. Попробовал 125 и после 125, ну думаю, ладно, люди интересуются, сколько же я сделаю в золотом стандарте чистой техники, а я в себе уверен, что 110 кг у меня сил хватает. Я попробовал 110 кг, подтянулся, фиксанул, и где-то на третьей секунде фиксации у меня щелкнуло вот здесь. Связка пронатора. Я её надорвал. Микронадрыв. Мне на самом деле очень повезло. Я отделался лёгким испугом, как мне сказали врачи. Хорошо, что разрыва не было, сильного надрыва не было. Я даже могу тренироваться спустя несколько дней. И вот, давайте проведём закономерность. Если мы говорим о безопасной технике, если мы говорим о максимальном росте, максимальном весе, чтобы ставить рекорды. Если я брал большой вес, 125, это по сути на 15 кг больше. Я его попробовал и всё удачно. 120, всё хорошо. Но 110 с фиксацией, вес меньше на 15 кг и у меня травма. Когда я полностью разогрет, когда я уже снижаю веса, когда идёт разгрузка. По сути, вот вам и весь золотой стандарт, вот вам и вся техника федерации. Давайте поговорим о подтягиваниях, как базовый вариант. Начнём с подтягиваний с точки зрения роста мышц. Для того, чтобы мышцы росли максимально эффективно, а это упражнение предназначено преимущественно для развития широчайших мышц спины, нужно, чтобы либо я подтягивания выполнял, скажем так, на 80% техника должна быть чистой, на 80%. Либо я выполняю несколько повторений с идеально чистой техникой, но последние повторения добавляю с более грязной техникой. Либо так, либо так. Вот, по сути, с точки зрения новичков, он делает 15 повторений на турнике. Ему нужно увеличивать результат, и он его будет увеличивать не за счёт как раз-таки золотого стандарта. Ему нужно делать больше и чистых, и нечистых движений, и не ограничивать себя в чём-то. И тут он подросток, он неокрепший ум, он слушает авторитетные мнения, он услышал, что нужно работать в золотом стандарте, потому что это правильно. И всё, он начал чисто золотой стандарт, его показатель упал с 15 повторений на 4-5 повторений, он его пробует, 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 у него ничего не получается. Сила не растёт, просто делает в технике. Выносливость не растёт, многоповторный максимум не растёт. И отсюда и пропадает мотивация заниматься. То есть нужно понимать, нужно более конструктивно это всё рассказывать, что нужно разные техники использовать. Да, золотой стандарт – это просто разновидность техники. На 80% техника должна быть чистой, на 80%. Либо я выполняю несколько повторений с идеально чистой техникой, но последние повторения добавляю с более грязной техникой. Либо так, либо так. Тогда результат будет расти максимально. Если я все повторения начну выполнять с паузами внизу, вверху, с фиксацией, я себе замедлю прогресс в подтягиваниях или даже его остановлю вообще. И так в любом упражнении. Посмотрите, как тренируются те же мистеры Олимпия. В каждом упражнении где-то 80% техники, а не 100%. В нижней точке максимальная нагрузка на связку. На вот эту связку бицепса. Если с большим весом вы пытаетесь из нижней точки поднять медленно и плавно, то очень легко может возникнуть тенденит связки бицепса. Тенденит. Об этом писал вновь Шварценеггер. Он порекомендовал вначале давать небольшой толчок, а дальше уже чисто за счет бицепса выполнять работу. И если вы посмотрите, как делают современные отцы бодибилдинга, такие как Джей Катлер или Ирван Водянов, то они делают с небольшой раскачкой. То есть тренировой бицепс никто не будет так поднимать медленно, штангу, тут на 5 секунд фиксировать, тут выпрямил руки на 5 секунд, зафиксировал опять медленно, пошел вверх, воспалится связка локтя. Тут вообще нагрузки не будет на бицепс, будет просто ненужная трата энергии. То есть эффективность упражнения упадет. Бицепс расти перестанет. То же самое подтягиваю. Если я буду медленно опускаться, а эффективность негативных повторений, очень-очень ее многие методисты оспаривают, но медленно подниматься вверх, уже точно с точки зрения теории роста мышц, которая сейчас наиболее научно обоснована, механическое напряжение, позитивную фазу лучше делать во взрывном стиле. То есть по науке медленное движение вниз и вверх меньше прироста мышц будет, чем делать упражнения мощно. По практике тоже. А фиксация, повторюсь, травма. Вот Виталий Фищук недавно выложил видео, где он высказал свое мнение, что, во-первых, суперчистое подтягивание по золотому стандарту, который предложен недавно был в интернете, зачем-то, кем-то, да? Кем-то, зачем-то. Он с такой техникой выполнял на соревнованиях повторения. Во-первых, снизился результат на килограмм 20. И когда он зафиксировал на 3 секунды вес 110 килограмм вверху, у него щелкнуло сухожилие, он получил травму руки. А до этого он делал 130 килограмм почти с нормальной техникой, без вот этих фиксаций безумных внизу-вверху. И результат на 20 килограмм больше. И не было никаких травм никогда. То же самое делал с жим лежа гантелей. Всю жизнь делал. С нормальным темпом по 60 килограмм гантелей. Ну как всю жизнь? Несколько лет так работал, травм не было. Решил сделать медленно, понтануться и с максимальной амплитудой. Опустил гантели максимально низко, задержал, выжил. Еще раз опустил, задержал, чтобы показать, какой я крутой. Усложнил упражнение, что-то щелкнуло, потом 2 недели болело вот здесь. Вы понимаете, к чему я говорю? Не только я. Любой опытный спортсмен скажет, что чрезмерно усложняя упражнение, ты тормозишь рост, повышаешь травмоопасность. Я завтра придумаю свой бриллиантовый стандарт. Каждое повторение с фиксацией 5 секунд на турнике. И нижняя фиксация 5 секунд на брусьях. Давайте тогда все будем так делать. Все. Ничего не делаем. Не качаемся, не тренируемся на гипертрофию. Просто делаем вот это. Статика, потом отжимаемся. Статика, потом отжимаемся. Или в подтягиваниях. Это будет мой бриллиантовый новый стандарт. Все, ребята. Усложняя упражнение, ты тормозишь рост, повышаешь травмоопасность. Так еще и несправедливость тут есть. Смотрите. Вот рассмотрим некоторые соревновательные правила. Например, тот же возьмем палеотлом, где спортсмен должен висеть между повторениями. Получается, что мастер спорта по силе хвата, то есть я, меньше провисит на турнике, если будет после каждого повторения висеть. По времени. Чем какой-нибудь нетренирующий силу хвата пацан, весом 50 кг или 60 кг, которому висеть будет гораздо легче, чем мне с весом 100 кг. Он сможет провисеть на турнике, допустим, 10 минут. Если правило соревнований это позволяет, он сможет висеть на правой руке, потом перехватиться, повисеть на левой руке. И он так сможет все равно больше подтягиваний сделать, чем я. Допустим, при одинаковом показателе, допустим, я подтягиваюсь в быстром темпе, допустим, 30 раз. И он в быстром темпе подтягивается 30 раз. Если по правилам можно будет между подходами фиксироваться внизу, автоматически он получает преимущество, потому что мы выходим за 3 минуты, допустим, или там за какой-то период времени. Вот я могу провисеть на турнике там от 2 до 3 минут. Мастер спорта по силе хвата. Но столько же сможет провисеть парень, который хват не тренировал меньшего веса. А теперь представим, что соревнуются в подтягивании 2 мужчины. Один весит 100 кг, но он силу хвата не тренировал. Он может провисеть на турнике только 1,5 минуты. И под парень весом 60 кг, он может провисеть на турнике 3 минуты, хотя он тоже силу хвата не тренировал. И кто подтянется больше раз, если оба достаточно сильные. Получается, что нужно, чтобы уравнять шансы пользоваться лямками. Вы видите, что нельзя так сказать, что какой-то золотой стандарт нужен. Для тренировки одна техника нужна. Еще часто делают, знаете, подтянулся с полной амплитудой 10 раз. И потом еще 5 раз частичной амплитудой. На полуамплитуду еще 5 раз. Или подтянулся с дополнительным весом, но не можешь подтянуться так чисто. Но зато ты вес на себя повесил. И так более эффективно подтягиваться. То есть более эффективные приемы подтягивания немного ухудшают технику. Но зато позволяют прогрессировать. Мышцы растут. Ты видишь прогресс. Ты не слепой. Поэтому, друзья мои, однозначно мнение не только мое, но и посмотрите обязательно видео Виталия Фищука подтягивания по золотому стандарту, что, допустим, конечно, ты можешь подтягиваться, обязательно подняв свое мужское достоинство строго под углом 60 градусов вверх, строго разведя ноги в шпагате, обязательно держать улыбку. Но это только будет дополнительные сложности создавать. На самом же деле, вот по справедливости, если бы я делал соревнования по подтягиваниям, я бы разрешил подтягиваться, как тебе удобно. Просто не дергаться ногами, не дергать, не создавать читинг, не использовать явно инерцию. А вот так вот придираться к спортсмену, что он там чуть согнул ноги, чуть разогнул. Ну, или там, допустим, секунду он провисел. Вот на соревнованиях по жиму лежа делают фиксацию в грамотных федерациях минимальную. И в жиме лежа, и в приседе минимальная фиксация на груди, минимальная фиксация в приседе внизу. И вот практически не видно. Лишь бы только не было явного использования инерции. Там, бупц, чтобы такого не было. Вот так опустил, и сразу можно жать. Все. Никто не хочет, чтобы ты травму получил, никто не хочет, чтобы ты понизил свой результат. Вот это правильно, ребята. Включайте мозги, думайте. Если кто-то будет что-то пиарить, можно распиарить что угодно, подтягиваться без трусов. Вы что будете подтягиваться без трусов? Если какой-нибудь популярный блогер скажет, подтягивание по золотому стандарту только без трусов и с вибраторов в заднице. Вы что будете так делать? Свою голову включайте, ребята. Тренируйтесь эффективно, так как вам менее травма опасна. И думайте своей головой. Вот о чем это видео. Кто со мной согласен, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Пока, друзья. Напоминаю вам, что 15 числа каждого месяца стартует мой супер-марафон Жиротопка. Каждый участник марафона получает ежедневные задания и обучающие видео от тренера. Индивидуальную программу питания и тренировок. Помощь и поддержки на протяжении 30 дней. Чтобы участвовать, заходите на сайт Жиротопка.ру Есть очень много отзывов с эффектными фототрансформацией до и после моей жиротопки. Посмотрите их и вы обязательно захотите поучаствовать, не важно вам нужно просушиться или подкачать мышцы. С вами был Юрий Спасококотский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!